В ближайшие четыре занятия на новом мехмате я здесь буду с вами играть в свои игры. Это вот такой мини-окс из четырех лекций. Маленький цикл под общим названием «Организм животного как конструктор». Всего людям определяться с характеристиками деталей этого конструктора. Из каких деталей собрано тело любого животного. Как они устроены, как их можно переставлять, по каким законам. Как они работают, какие реальные функции. На следующем занятии, через неделю, мы из этого конструктора будем собирать тело из позвоночника. Посмотрим, какие там стратегии сборки возложены. Итак, одним образом скомпоновал детальки конструктора, получил один вариант устройства, другим образом другой вариант. Через две недели тело позвоночного. Соответственно, будем возиться с тем же самым конструктором, собирая тела позвоночника разных. Смотреть, какие там выполняются правила. Ну и, наконец, последнее занятие – тело человека. Дело в том, что как следует разобраться с тем, как устроено и работает на месту тела, можно только в одном единственном случае. Если совершенно отчетливо понимать, что человек – это не такое уникальное существо, единственное в своем роде и неповторимое ни в чем. Мы с вами не более чем серийный вариант. И, соответственно, подвержены абсолютно всем требованиям, которые предъявляются, так сказать, генеральной моделью. К телу животного. Более узко – телу позвоночного. Еще более узко – телу тетропога, наземного шпироноза. Вот только если это понимать, тогда поймете. Откуда некоторые наши с вами особенности? Почему некоторые вещи мы считаем для людей нормальными, для животных ненормальными и совершенно наоборот? Где здесь граница между нормой и патологией? Вот об этом на последнем четвертом занятии. Прийти сразу на четвертое, можно, наверное, но без первых трех очень сложно будет понять все те примеры и всю ту аргументацию, которая на занятия про человека будет приводиться. Потому что мы как раз постепенно подходим к теме. Начнем вот с этим. Речь наша сегодня пойдет о таких вещах, которые вроде бы, ну, подавляющие большинство, а может и все присутствующие, знают. Вот давайте попробуем, начнем. На своем листочке, где вы там что-то записываете. Попробуйте составить список систем органов, которые вообще бывают у животных. Перечислить. Какие системы органов бывают у животных? Больше семи есть? Не вижу. Поднимайте руки у кого семь? У вас больше семи? Есть. Семь. Прошу вас. Вовсе не исключено, что у кого-нибудь окажется упомянутая какая-нибудь из систем, которая предлагаемая нам в список, не войдет. Ну, тогда вы поднимите руку, мы это просто допадим. Итак, прошу вас. Нервная, причеморительная, поделительная, инактивная, продуктивная, кровеносная и пыхательная. Классно. Семь. Прошу. Опором двигательной. Опором двигательной. А еще кто-нибудь? Так, громче. Иммунность. Сердечно-сосудистая, не делай. Кровеносная. Кровеносная. Это синонимы. А вот теперь хитрый вопрос. Сейчас будет серия целых вопросов, на которые нельзя отвечать нужно для жизни. Давайте с вами подумаем. Для жизни вам есть надо? Дышать надо? Пить надо? Спать надо? В сортир ходить надо? Вы эти вещи путаете между собой? Или, в общем-то, это разные требования? Да. Так что ответ «это нужно для жизни» по сути своей не значит ничего. Для жизни нужно очень много разных вещей. Поэтому принимаются только достаточно конкретные ответы. Вот это нужно для этого. А вот для жизни не подойдет. Итак, вопрос следующий. Подумайте, опять ответьте. У себя варианты ответа сейчас будем обсуждать. А зачем нужна система окону дыхания? Не только нам с вами, а вообще всем живым сочетам. Зачем она нужна? Так, ну давайте, кто готов варианты ответа предложить. Остальные скромничают или как? Прошу вас. Классно. А никто не слышал про бескислородно дышащих организмов? А, да. А такие организмы как называются? У них свое биологическое название есть. Аноэробы. У них процессы дыхания, конечно, есть. Без этих процессов ни один организм не обходится. Только никакой кислород для этого не нужен. Мы с вами напираемся в вопрос. А что же такое дыхание? Прошу вас. Дыхание – это газообмен? Нет, стоп. Вы сейчас мне говорите, что дерево – это железо. В биологии не бывает так, чтобы два процесса имели разные названия, которые были бы синоним. Газообмен – это одни процессы, а дыхание – это совсем другие процессы. И в легких у вас происходит совершенно не дыхание, конечно. В легких дыхание имеет отношение ровно такое же, как все остальные ровно. В легких происходит процесс газообмена. А вот дыхание происходит в каждой клетке вашего тела. Прошу вас. Насыщение кислородом нужно для того, чтобы в клетках происходило окисление, чтобы выделялось тепло и энергия. Ну, тепло – это форма потери энергии. Так вот, если это вам интересно, сейчас мы просто будем переходить к главной нашей на сегодня рабочей модели. В биологии дыханием называют систему процессов, систему процессов, обеспечивающих организм энергией. Для этого может быть использован кислород, но можно, в общем-то, получать энергию без кислорода. В этом случае мы будем иметь дело с без кислородным дыханием. Хорошо. И вот теперь начнем строить самую первую нашу рабочую модель. Она может показаться вам очень простой. Ну, что ж, я счастлив за вас. Если вы сходы, без ошибок и корректно будете с этой моделью работать. То есть почему-то практика показывает, что, в общем-то, кажутся вещи очень простые, а как только пробуют применить, пробуют привести в рабочее состояние, тут же начинается, ну, мягко говоря, не совсем удачная попытка. Это я к чуму. Все-таки давайте попробуем, во-первых, работать внимательно, а во-вторых, не стесняйтесь. Если кому-то что-то непонятно, поднимайте руки, задавайте вопрос, будем обсуждать. Договорились? Тогда поехали. Разбирать сразу самые сложные случаи бессмысленно. Ну, просто сложные, а не для того и сложные, а не трудно. Так? Поэтому попробуем работать с самой простой на свете моделью живого. Скажите, мельчайшая, простейшая единица живого на нашей планете, как называется? Клетка. Клетка, разумеется. Значит, согласно клеточной теории, клетка, минимальная структурно-функциональная единичка живого, и все живые тела по-настоящему живые, состоят из клеток. Почему я сделал такой акцент по-настоящему живые? А есть такая реальность, достаточно хитренькая, в 20 веке обнаруженная, условно-живые системы. Такие хитрые системы, которые при определенных условиях ведут себя как живые, а условия изменились, они перестали быть живыми. А потом условия опять изменились, а они опять себя ведут как живые. Но это тоже такие вирусы, разумеется. Вирусы не по-настоящему живые системы, поэтому их существами называть достаточно сложно. Пока вирус не находится в другой предке, он не более живой, чем вот эта доска, эта кафедра, я не знаю, вот эта стена. Вирусные частицы свободные можно выделить в виде кристалла, ради Бога. В частности, любимая тема некоторых передач по поводу здоровья – как можно убить вирусные частицы. Ребята, а как можно убить стол? Как можно убить стену? Можно стену убить? Нет, нельзя, она не живая. Вирусные частицы можно сломать, да, ради Бога. Ее можно заставить, там, я не знаю, вступить в химическую реакцию, она разрушится, ради Бога. А вот убить совершенно невозможно. Неживую убить нельзя. Хорошо, и так, в рамках нашей модели работаем, строим модель жизни клетки. В свое время я назвал такую модель, модель дома. Итак, представим себе, ну, помечтаем немножко, вы получили, неважно откуда, здоровый земельный надел, и стали строить на нем коттедж. Решили, там, я не знаю, трехэтажный дом со всеми-всеми наворотами, которые вам нравятся в этой жизни, построить. Вопрос, можно ли его построить, не имея стройматериала? Нет. Нет, нельзя. Итак, как называются стройматериалы, из которых построена клетка? Белок. Не только. Но белки можно написать, во-первых. Согласен. Мы даже не будем возиться с химическими характеристиками. Пока нам важно просто назвать вот такие условные кирпичики. Да. Так, жиры и углеводы. Отлично. Это список, который вообще из детского сада знали. Белки, жиры, углеводы. У углеводов есть другое название, которое все знают. Ребят, сахара. Углеводы – это просто сахар. Другое дело, что сахара бывает очень-очень разная. В частности, вот это чистый сахар. Просто чистый сахар. Значит, древесина, она из чего состоит? Из целлюлозы. А целлюлоза – это какая конструкция? Ну, один из известнейших сахаров, который нужен для жизни каждой живой клетки – это глюкоза. Здесь мы берем отдельный, вот в каждой клетке я нарисовал таким шариком. И собираем из этих шариков длинные-длинные-длинные бусы. Так. И делаем еще связки между отдельными нитками бусы. Вот мы получаем целлюлозу. Доску, бревно. Бревна хорошо растворима, Вадим? Не, не растворима. А кусок сахара, который вы там к себе в кофере, в чай бросите? Чай сахаром. Растворим. В чем дело? А дело в том, что когда вот такие молекулы берут в такую цепь гигиенина, они потеряли возможность растворяться в воде при нормальной температуре. А если вы начали вот так вот отрезать по одному кусочке? А можно. Есть такие молекулярные ножницы, называются перменты, которые режут молекулярные связи. Хорошо. Ну и что мы в этом случае из доски или из табуретки получим? Сахар. Процесс этот освоен больше полувека назад. На самом деле, если просто деревянные отделки залить серной кислотой при температуре градусов 150 и давлении 6 атмосфер, то целлюгоза начинает разваливаться с выделением сахара. Ну, правда, кормить людей этим сахаром занятие нездоровое. Чистить его еще дороже, чем получать обычный сахар. Поэтому такой сахар будут использовать для того, чтобы кормить дрожжей. Дрожжей не жалко. А дрожжей, используя этот сахар, будут превращать его в винный спирт, который можно использовать в самых разных направлениях, в качестве химических реагентов. Пить такой спирт крайне не рекомендуется. Так. Но, тем не менее, это, к слову, про углевод. Но есть еще одна группа материалов, без которой ни одна клетка не строится. Итак, белки, жиры, углеводы и... Аминокислоты. Аминокислоты – это кирпичики, из которых белки собраны. Нуклеиновая кислота. Знаменитые ДНК, РНК, АТФ и так далее. Нуклеиновая кислота. Хорошо. Для тех, кто пока еще далек от химии. Вот эти и отнюдь не только эти, еще огромное-огромное количество других групп соединений объединяются под названием органические вещества. Органические вещества. Разных групп органических веществ гигантское количество. Это просто важнейшая для жизни группа. Раньше, как считали, еще в конце 19 века, что плетка состоит из каких-то совершенно уникальных веществ. Керкулин, один из великих химиков начала, так сказать, начала химии, в свое время сказал фразу, если белок будет когда-нибудь синтезирован, то он поползет. Ну, то есть считалось, что живые организмы, они собраны из веществ, которые отличаются какими-то вот такими магическими свойствами. Имеют чувствительность, могут двигаться. Естественно, оказалось при подробном изучении не так. Молекула органических веществ подчиняется ровно тем же правилам, что и неорганических. Никаких ползающих белков не бывает. Поэтому иногда приходится слышать словосочетания, там, я не знаю, живые молекулы, живой белок. Ребят, если наталкиваетесь, учтите, это не более чем не так. Молекулы живыми не могут быть. Значит, молекулы это кирпичи, из которых мы построили. А минимальная часть живого, это что у нас на планете? Минимальная часть живого, клетка. То есть вот это вот все живое, а не один из кирпичей, из которого построено, конечно, не живой. Хорошо. Белки, жиры, углеводы, маклеиновые кислоты. Главное. Это стройматериалы, из которых мы строим. Теперь вы завезли все стройматериалы на поляну, свалили их в кучу и ждете, когда они сами соберутся и возникнет ваш коттедж. Сколько времени ждать будете? Ну, пока не разрушатся материалы, ведь не вечно. Так? Значит, для того, чтобы получить коттедж, что нужно сделать? Построить. Кто строить будет? Строить. Строить, да, то есть рабочие нужны. Классно, заводите бригаду рабочих и говорите, вот ваш объект, что делать сами знаете. И рабочие начинают работать. Скажите, они что-нибудь сделают, если вы их при этом не будете кормить? Да нет, от кого не все возьмут, чтобы, допустим, кирпичи таскать на второй этаж? Значит, исходя из наших моделей, кто является строителями, собирающими из этих кирпичей домик, реальными рабочими, выполняющими конкретные операции в клетке, всегда являются белки. То есть белки – это хитрейшая группа в соединении, которые могут быть использованы и как строительный материал, так и… Но при этом некоторые формы белков страшно-страшно упрощают. Можно и считать молекулярными роботами. Тупыми, как валют. Каждый тип молекулы белка умеет совершать только одно единственное действие. Только одну операцию. Зато с какой способностью? С гигантом. Белки – это исполнители, это рабочие. Но так же, как и нормальные рабочие, без затрат энергии белок работать не будет. Смотрите, что получаем. Если мы закинули стройматериал и завезли рабочих, их надо обеспечить энергией. Вопрос – откуда энергию брать вам? Прошу вас. Еще раз. Ага. А где там шла? Аккумуляторы? А откуда дыхательная система получит энергию? Посмотрите. Почему это вам посвидится? Правильно. Совершенно верно. К ней подведены электрические провода. Да? И при прохождении электрического тока через плазму, которая содержится в этой лампе, происходит свечение. На то, чтобы пройдет свечение, затрачивается энергия. Откуда эта энергия? Взлетальная электростанция. Там же газ топлива. Для того, чтобы превратить кинетическую, ну так скажем, температурную энергию в энергию электрического поля. ВДС. Электрогеряющая сила. То есть запустите электрический, чтобы провода. Вопрос. Откуда клетка возьмет энергию? Прошу. Взаглеводах. А там что, аккумуляторы? Или там гидростанция? И на белую школу? Чего-чего? И за пол. Ребят, классно. Я понимаю, что в школах вам объясняют, что учиться – это запоминать слова. Запоминать, запоминать. Но вы понимаете, еще неплохо уметь слова складывать и вычитать. По-русски это называется бумать. Значит, вот кроме того, что вы запомнили такое слово энергия. Давайте подумаем, а что это такое? Вопрос. Что это такое? Энергия? Сила? Нет. Энергия – это одно, а сила – это другое. Сила, в частности, всегда имеет определенное направление приложения. И так далее, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, как окружательные. Ну. Мы смотрим, как, скажем, как гидроэлектростанция или электростанция. Мы понимаем, что из этого, как бы, не сделаем, что это исчезло. Вот, одно из заблуждений нормального, непрофессионального человека. Процесс переваривания еды не дает энергию телу, а наоборот, поглощает энергию телу. Это очень энергоемкий процесс. Пищеварение энергии вам не даст никакой. Мы с вами сейчас на этой схеме разберемся, что такое пищеварение. Нет, да. Да, прошу. В результате дыхания? В результате дыхания. Вопрос. А что такое дыхание? В частности, кислород-то здесь причем? Кислород здесь, наверное, мотать становится очень понятным. Прошу вас. АТФ. Крибля, храбля, бунс. Вырвутость АТФ. Вот так выражаете. Так, вы слышали два таких слова? Эндотермические реакции и экзотермические. Скажите, если вы просто в кастрюлю на нее воды положили курицу, морковку, лук и картошку. И стали ждать, пока сварится бульончик. Ждать сколько будет? Так, что надо сделать? Нагреть. Нагреть. Это почему? Потому что при нагревании этой температуры 100 градусов в кастрюлю запускается реакция, которая все вместе приведет к тому, что курица, картошка и морковка изменятся. Как это изменение в инзалюции? Сварилась. Сварилась. При этом часть веществ, изменившихся, окажется растворимыми в воде. И растворятся в той воде, куда вы положили курицу. Во что вода превратится? В бульончик. Это понятно? Вот это пример реакций, которые не идут без вложения энергии. Для того, чтобы эти реакции шли, надо подводить энергию, тратить энергию. Пример противоположных реакций. Я взял, сложил кучку дрова и поднес к ним горящую спичку. Это начался процесс, который в химии будет называться окислением клетчатки. Окислительные реакции. А по-русски как этот процесс называется? Горение. Горение. Отлично. Ну, костерочек получили. Скажите, а вот реакции горения идут только с поглощением энергии или наоборот с выделением энергии? С выделением. Поэтому оказывается, все эти реакции вообще-то химические наследие. Да? Вот так взаимосвязано. Для того, чтобы получить какую-нибудь реакцию, которая идет только с затратой энергии, надо где-то в реакции провести реакцию, которая идет с выделением энергии. На нашем примере я что сделал? А я взял кастрюлю с курицей, подвесил на костром. В костре какие процессы идут? С выделением или с затратой? С выделением. С выделением. А ты выделившаяся энергия, где потребляется? В кастрюльке. Благодаря этой энергии, курица переходит в вареное состояние, а вода переходит в бульончик. Идея понятна? Ребята, ровно так же живет любая клетка. Начиная от любой морковки, кончая вашим телом. Значит, общая стратегия очень простая. Получили органику. И часть органики используем в виде топлива. Но если я свой костюр, я его зажег, он у меня загорелся, а потом взял и накрыл одеялом, он гореть будет? Нет. А почему? Потому что открытое горение без кислорода в наших земных условиях у нас не пойдет. Так, почему? А кислород очень сильный обеспечитель. Вещество, которое как раз и вызывает химические реакции, ведущие с выделением энергии. Итак, клетки нашего тела. Что делают? Кроме органики, они еще требуют кислорода. Если клетка получила и топливо, и кислород. Зажечь костюр она может? Нет. Да. Значок выделения энергии. В этом месте пошли реакции, при которых энергия выделяется. Классно. Это выделившаяся энергия. Можно использовать. Да. Только использовать будем не для того, чтобы свариться. А для чего? Для того, чтобы собирать из этих заготовочек наш конструктор. То есть остальная часть органики используется как встроенный предел. В результате облащенная органика отчасти используется в качестве топлива, что дает клетке необходимую энергию, а отчасти в качестве стройматериала, для того, чтобы создавать детали самой клетки. Хорошо получили. Ну и теперь, на самом деле, все, даже самые простые, бактериальные пределы имеют достаточно хитрые печки навороченные. Для того, чтобы не просто сжигать, а очень эффективно, классно сжигать вот это топливо, чтобы тепло не рассеивалось, не таково. А такую печку построить надо? Надо. А строится она будет в ходе каких реакций? Вот этих реакций или вот этих? Верхних. Здесь же у нас стройка идет. В результате, вот эта группа процессов клетки будет называться энергообмен. Идет обязательно в любой клеток. Живых клеток без энергообмена просто не бывает. А вот эта группа строительных реакций будет, ну, можно просто назвать строительный обмен. Но в биологии принято немножко другое название. Пластический обмен. Пластиковый обмен. Итак, вот они, две группы процессов. Энергетика, пластика. При этом попробуем разобраться, какая группа главная. Пойдет ли энергообмен без пластического? Нет. Ведь печка не поставлена. То есть, энергообмен без пластического не идет. Отсюда надо запросить уже готовую собранную конструкцию. Вопрос. А для того, чтобы ее собрать, энергию потратить надо? Нет. Надо. Пойдет ли пластический обмен без энергообмена? Нет. Ну, и скажите, какая форма обмена главная? А никакая. Это вроде как спросить, что для вас важнее, дышать или пить? На самом деле, если у вас перекрыть одну из этих потребностей, результат все равно будет один и тот же. Что произойдет? Да, конечно, ситуация просто несовместимая жизнь. Ничего самого главного в организме просто не бывает. В организме нет и не может быть никаких лишних деталей. Вот этого не бывает. Хорошо, получили. Ну и последняя вещь, которая очень важна для этого уровня модели. Зачем любому автомобилю нужна выплатная труба? Чтобы сбрасывать в модели. А откуда берутся те вещества, которые автомобиль сбрасывает через выплатную трубу? Это что такое-то? Откуда они берутся? Да. А в процессе сгорания прошло? Разумеется. Это продукты сгорания топлива. Для того, чтобы мотор работал, в нем происходит жидкость сгорания, преобразуется в механическую энергию, передающуюся на ходовую систему, и машина поехала. Но дело в том, что если вы взяли и сожгли, допустим, один килограмм бензина, кислород вам для этого нужен был? Да. Вот если вы взяли, есть такая деталька в автомобиле, называется карбюрат. Если вы взяли, заткнули карбюрат. У вас машинка заведется или нет? Нет. Вы его заблокировали, он затопнется. Значит, на самом деле нужен бензин и нужен кислород. Бензин сгорел без остатка. Вопрос, куда делся этот килограмм? Как? Видите, в какой форме? Каплями, тучами. Ага. Бензиновые пары, прям в руки. Не дай-то Бог, народ. Если килограмм бензина испарить, а потом рядышком кто-нибудь закурил, то все, вы проверите. Смесь порог бензина с воздухом, это настолько взрывоопасный коктейль, что он вонет, там никому мало не покажется. Не в это дело, при горении во что бензин превратился? Ой, не вон. Так, ну, особенно старший, но хорошо по и младшему, сразу. Вещество учится. Но процесс, может, может. Но процесс этот описывается формулой, которая вывела в свое время Эйнштейн, в своей теории относительности. Формула пишется элементарно просто. Е равно НС квадрат. Где Е – энергия, Н – масса вещества, а С квадрат – это коэффициент. Так вот, буквой С в физике обозначается скорость света, которая равна 300 тысячам километров в секунду. А эта величина возведена квадратом. Вы себе представляете размерность этого коэффициента? В результате, если вы взяли малюсенькую-малюсенькую часть массы и превратили ее всю целиком в энергию, сколько энергии вы получите? Если бы в ходе вашего пищеварения энергия огурца, вы съели огурец соленый какой-то, и вот вся энергия, заключенная в этой массе, из массы перешла в энергию, то половину масты не осталось бы. Значит, дело в том, что перевод массы в энергию возможен в ходе одного типа процессов. Как они будут называться? Ни массовую энергию, ни карта. Называются такие процессы – ядерные реакции. Именно это происходит при взрыве атомной бомбы, водородной бомбы и так далее. Значит, на самом деле, даже слышали, наверное, что во время Второй мировой войны, в самом ее конце, два японских порта, Хиросима и Нагасаки, подверглись атомной бомбардировке. Значит, масса атомной бомбы «Толстяк», которая была сброшена на Хиросиму, на самом деле, достаточно большая, но это была такая здоровая конструкция. Но дело в том, что большая часть этой массы во время самого ядерного взрыва просто испарилась. температура в эпицентре взрыва 12 миллионов градусов, и поэтому реально вступить в реакцию успело порядка 600 грамм вещества. Вот, ребята, 600 грамм хватило, чтобы стереть с лица земли ворота. Поэтому никакого такого перехода массы в энергию в живых системах не бывают. Не дай бог, этот процесс бы у вас пошел. Да? Все бы разнесло к чертову надену. В процессе химических реакций происходят совершенно другие преобразования энергии. Масса не имеет права исчезнуть, перейти в энергию. Масса никогда не меняется. В результате сожживый килограмм бензина для этого использовали кислород. Значит, и при сжигании бензин превратится в смесь двух газов СО2 и H2O. H2O в данном случае действительно газ, это поры воды. Это не та жидкая вода, которая в стакане. Так вот, если мы взвесим, сколько СО2 и H2O произошло при сжигании килограмм бензина, что окажется? А ровно столько же, сколько весил бензин плюс использованный кислород. Масса не изменилась, осталась та же с одной. Закон сохранения массы вещества. В ходе химических реакций масса никогда не меняется. Хорошо. Значит, а теперь, вот у нас у клетки есть энергообмен. Так, здесь происходит сжигание органики для того, чтобы получить энергию необходимую для всех процессов клетки. Вопрос, а во что топливо-то превращается? Воплотные газы. При этом, ровно такие же воплотные газы, как в случае бензина, СО2, но, к сожалению, еще один вариант. И белки и муклеиновые кислоты обязательно содержат в качестве добавки химический элемент азот. А вот азот в ходе энергообмена будет превращаться вот в такое вещество. И старше. Кто знает, что это вещество такое? НР3. Аммиак. Совершенно верно. Исключительно мощный клеточный яд. Значит, накопление даже незначительное количество аммиака в клетке убивает гарантированным образом. Кстати, если избыток СО2 в клетке накапливается, это тоже убьет в клетке. Поэтому ровно так же, как и в автомобиле. Какую систему надо смотреть? Любой живой клетке. Ублокную трубу. Так. В результате смотрите, что мы получили. Вот она, первая наша рабочая модель. И, соответственно, первая половина занятия. Давайте посмотрим. Здесь у всех этих стрелочек есть свое название, которое вы знаете. Вот этот вектор, это какой процесс? Как его на биологическом языке? Процесс получения органики, необходимой для клетки. Как его называют? Питание. Вот это какие процессы? Дыхание. Процессы получения энергии, необходимой для клетки. Дыхание. Вот это какие процессы? Выделение. Так? Ну, а совокупность этих процессов даст нам возможность роста, размножения, движения и так далее. Вот первая наша рабочая модель. Хорошо. На основе этой модели будем видеть конструкции системы оконов, которые вот эти функции могли бы каким-то образом выполнять в многоклеточном организме. Кстати, вам известно, что данный организм состоит из 856 клеток. Вопрос. Это многоклеточная или протиста? Итак, вам известно, что данный организм состоит из 865 клеток. Вопрос. Является ли данный организм многоклеточным? Да? По идее многоклеточная. Нет. У кого другой вариант ответа? 800 клеток. Да хоть 8000 клеток, хоть 80000 клеток. Все равно. Дело не в количестве клеток. А в чем? Не знаю. Потому что все клетки я знаю. Объединение сколько угодно большого количества клеток не даст вам многоклеточный организм. Такое объединение будет называться колония. Это будет колониальная организация. А многоклеточная начинается тогда, когда все клетки делятся на разные команды. Одна команда это специалисты по вот этому. Вторая команда это специалисты по вот этому. Третья команда это специалисты по вот этому. Четвертое по вот этому и так далее Объединение специалистов Кто знает, как называется в биологии Такие совокупности клеток, различающиеся по функциям и строению Нет, не органы Ткани, именно так Органы это уже более сложная конструкция Хорошо